Добрый день! С вами снова я, Удовин Наташа. Мне отдали на переделку и попросили отреставрировать замшевый клач. На нем были потертости и пятна, и ему явно требовалось становления. Я хочу спрятать пятно под росписью и нарисовать на нем элегантную карнавальную маску. Клач открывается вот так, значит верх у него со стороны молнии, и рисунок будет располагаться внизу. Я распечатываю подходящий по размеру рисунок, вырезая из бумаги сначала саму маску, затем из нее вырезаю прорези для глаз. Таким образом я создам трафарет для получения нужного силуэта. Складываю вырезанные детали вместе. В прорези для глаз приклеиваю двусторонний скотч, чтобы они не ерзали во время окрашивания. Далее беру черные и белые акриловые краски по ткани и смешиваю серый цвет. Набираю его на губку и начинаю затамповывать открытую часть. Аккуратно поддеваю ножничками прорези для глаз и удаляю их. Основа нашего рисунка готова. Этот способ отлично подходит для тех, кто только начинает рисовать и боится напортачить с линиями и формой при рисовании от руки. От полученного силуэта уже можно двигаться дальше. Тонкой кистью рисую волнистую линию ленты. Я работаю по замше. Это капресный материал. Краска довольно медленно прокрашивает все ворсинки. И мне приходится несколько раз проводить кисточкой по одному месту. Рисую вторую ленточку. Если развести краску водой чуть пожиже, она будет лучше идти за кистью. Но для плотного цвета все равно придется наносить его несколько раз. Ленточкам сразу придаю объем. Высветляю и затемняю их изгибы. Теперь приступаю к созданию объема на маске. Ориентируюсь на картинку, с которой начала работу. Так что мне ничего не приходится выдумывать из главы. Здесь мы же будем рисовать не по замше, а по получившейся акриловой подложке. И краска будет ложиться гораздо лучше. Сильно развожу черную краску и наношу легкие, совсем полупрозрачные мазки. В тех местах, которые требуется затемнить. Переход от тени к свету делаю плавным. Растягивая и размывая цвет водой в местах, где тень переходит в свет. Углубляя тень постепенно, наношу по несколько полупрозрачных слоев. Затем в той же акварельной технике работаю с высветлением. Сильно разбавляю белую краску и наношу ее на светлые участки. Переход к тени также делаю плавным. Размываю краску водой. Тоже наношу несколько слоев, постепенно высветляю участок. В некоторых местах, в уголках глаз и на верхнем веке, делаю сильный блик. Беру почти неразбавленную краску. Также немного усиливаю черным цветом тень под прорезем для глаз. Дальше вооружаюсь белой краской. И тонкой кистью начинаю украшать всю маску изящными завитушками. Берем носки на THO. Беремdosки на enseñку. Берем-карм-карм-карм-кар режим. Бест ringtone Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Дальше мне хочется добавить на класть немного стразов. На черный фон прикладываю черные стразы покрупнее, а на маску маленькие золотые в тон молнии. Прикидываю в их расположение, а потом приклеиваю. Чтобы добавить немного блеска, я беру контур с блестками Таир и наношу его на белые завитушки, а затем слегка растушевываю кистью. И последняя деталь. Вот эти замшевые пулеры на застежках совсем стрепались, и я решаю заменить их на шелковые черные кисточки из швейного магазина. Работа закончена. Потрепанный старый клащ превратился в стильный элегантный. Пятна скрыты под росписью, а мерцание стразов придает сумочке более праздничный вид. Теперь клащ смело можно использовать для выхода в свет. Спасибо за просмотр, оценивайте мою работу и, конечно же, подписывайтесь на канал. Творите с удовольствием и до новых встреч!